Здравствуйте, меня зовут Наталья Богданова, в эфире ЮТВ, пятничный выпуск новостей. Сегодня у нас в гостях историк и урбанист Павел Бнилорыбов. Здравствуйте. Добрый день. Павел, вы год назад, примерно в августе, прошлого года были в Оренбурге с лекцией. Расскажите, что в этот раз вас привело в один из ваших любимых, кстати, городов Оренбург, о чем в этот раз просвещали наших оренбуржцев? Оренбург действительно один из самых любимых городов, потому что один из самых неочевидных. По-прежнему они столь открытых для россиян, они сюда не очень прям таким потоком, чтобы прям устремляются. Но мы пытаемся, каждый год говорим, давайте туристический потенциал. И развивайте разные штуки, о которых мы поговорим. Я приехал прочесть лекцию в открывающейся точке кипения, и мы говорили о промышленном наследии, о том, что делать с закрытыми заводами, водонапорными башнями, как они превращаются в Россию, в арт-кластеры, как они становятся такими флагманами креативной экономики. Ну, это дело рук предпринимателей или больше все-таки государства, региональной власти, чтобы эти объекты новую жизнь какую-то получали и становились снова общественно полезными и интересными? Здесь несколько игроков. Это, во-первых, инвесторы, во-вторых, городская власть, в-третьих, это сами жители, потому что очень часто человек ходит мимо, ну, вот уже 20 лет, и ничего не происходит за этими стенами, за этим забором. Он задается вопросом, начинает писать, появляется инициативная группа. А есть, допустим, какой-нибудь губернатор, который сверху лоббирует этот проект, понимает, что таким образом на самом деле можно в какой-то степени остановить отток молодежи из города? Ну, по крайней мере, не так сильно, но в тех городах, например, в Туле, где вот прям несколько кластеров работают слаженно уже на протяжении несколько лет, я вижу, что вот московский пылесос, который все мозги забирает, он не так уже сильно работает и начинает барахлить. То есть люди задумываются, а вдруг где родился, там и пригодился. То есть это новый смысл в городскую среду всегда. Вы достаточно авторитетный, в общем-то, в своей сфере человек. И было ли интересно представителям оренбургской власти или, может быть, общественности с вами пообщаться, с кем-то вы встречались, кто-то брал у вас советы, кто-то спрашивал у вас, как нам развивать Оренбург, что нам делать с историческим наследием? Или все обошлось лекцией и общением с тем, кто на нее пришел? Ну, мы достаточно плотно общаемся с местным, когда защитным сообществом. И с учеными, которые занимаются местной историей, и с архитекторами, которые потихоньку здесь нарождаются. Ну, вопрос исторического центра Оренбурга на самом деле иногда где-то мелькает, иногда на повестке дня, мэр иногда ходит на экскурсии даже. Но дальше разговоров, конечно, нужно идти. Павел, вы около года в Оренбурге не были, что-то изменилось? Вот прошлись по улочкам наверняка, по старым, по советской погуляли. Все то же самое или что-то новое? Ну, во-первых, стало гораздо больше расселенных домов. Это страшно, потому что мы попадаем в типичную ловушку, где непонятно, что первичнее курица или яйцо. То есть центр города должен быть живым. Он не должен после 17.00, когда чиновники там уходят домой, или там офисные работники закрывают дома на ключ, пустовать. Здесь должны быть туристы, здесь должен быть хоть кто-то, хоть одинокие рыбаки, моржи, мамы с колясками. Я не знаю, к сожалению, кроме Советской, еще парочки улиц и набережной, центр Оренбурга пустует. И сначала, насколько я понимаю, людей там выселили куда-то в Степной. Дома эти стоят законсервированные, да, но только сейчас возникает вопрос, а что с этим делать? В городе, который бы о своем будущем думал, вопрос бы поставлен был немножко иначе. Сначала, каких стратегических целей мы добиваемся, и что мы делаем с этим драгоценным историческим центром? А уже потом переселять людей? Только потом, да, людей стали бы переселять. То есть сейчас это вот как у собаки пятая нога. Все любят, все носятся, но отчаянно не знают, что делать. Насколько я понимаю, да, городистский, конечно, молодец, но одна усадьба все не спасет, хотя она тоже пробудила значительный интерес. Вы тоже там вчера побывали. Да, это чудесно. Но нужно массово это все брать, хотя бы десяток зданий в год. Пока этого десятка нет. Поняли ли вы, как вот так произошло, что усадьба Городицкого внезапно стала в Оренбурге своеобразным культурным центром? Да, пока еще только-только на первых этапах, потому что не так давно она стала доступной для горожан. И что вот должно происходить, чтобы и другие здания получали такую вторую жизнь? Потому что мы, как журналисты, планировали снимать передачу про усадьбу, когда она еще не стала такой популярной, как сейчас, и рассказывать, и нас не пускали всячески, говорили, это аварийное здание, ничего нельзя, все обрушится, не получилось. А тут вдруг внезапно что-то случается, и становится можно, и даже нужно, и реклама какая-то появляется минимальная. Ну, там же появился новый, как я понимаю, собственник. И там действительно была не самая удачная, в кавычках, реставрация, выполненная несколько лет назад. Почему она выстрелила? Для меня это тоже стало небольшим таким секретом. У меня достаточно большая в Фейсбуке оренбургская лента. Каждый день что-то мелькает, и вдруг начались эти интерьеры. Потом еще интерьеры, потом еще, потом еще. Да, внезапно, и со всех уголков. Да, и что такое случилось? Кто вложился? Кто собирается там, возможно, строиться? Оказалось, что, ну, на самом деле, люди очарованы красотой. Вот каждый год на Оренбург падает подарок. И вот это, можно сказать, такая рождественская пасхалочка. Я честно вам скажу, это, наверное, открытие года во всех интерьерах России. То есть обычно мы же смотрим на дома просто проходя. У нас интерьеры либо там винтфасадом заделаны, либо гипсокартоном, либо в советское время на коммуналке все это было разделено. Там, конечно, чудо, потому что на людей обрушилась сразу тонна красоты, впечатлений. Туда очень многие ходят. И плюс еще потому, что есть легенды красивые. Да, мы можем негодовать, водили ли женщин по этому. Осуждать Городицкого, возможно, но интригу эта своеобразная создает определенно. У здания есть флер, плюс там еще современное искусство. Мне, на самом деле, очень все там понравилось. Эти шуршащие пакеты. Видно, что в здании кипела жизнь. И вот это кормление духов, своеобразное общение с прежними владельцами, с Евсеем Градийским, и чеснок, который там висит. Но если вот эту всю мишуру немножко откинуть, работа действительно началась, чтобы привести это здание в порядок. Не знаю, по вашим оценкам, по моим, я думаю, нужно миллионов двести. Двести рублей. Вроде бы и губернатор, и главный архитектор Наталья Ибрагимова уже обещали всемирно биться, чтобы их достать. Это тоже всегда вопрос выбора. В следующем году, увы, не смог Оренбург здание, где Гагарин получил крылья к пятидесятилетию полета в космос, привести в порядок. Но вот порядок цен. Два миллиарда, это одна ледка, это десять усадеб Городийского. Что выбрать? Как лучше сделать, по-вашему? Это вот как дороги. Либо не делают вообще, либо делают разом. Так что, вероятно, польется золотой дождь. Вы уже думаете? И мы сделаем ледку и еще какие-то другие усадьбы? На ледку я все-таки, наверное, скептически смотрю. Это слишком большой комплекс. Им нужно что-то другое придумывать. Гораздо живее, наверное, проект Михайловских казарм. Как я понимаю, его довольно детально уже и прорабатывали. С чем-то нам придется проститься, к сожалению. Все-таки думаете, что ледка это как раз то грустное? Я не закрываю вопрос, но это, да, уже такое больше грустное. Скорее, вот, Юра, извини, мы все потеряли, как принято выражаться. Говорим про дома расселенные, которые требуют не так много вложений, как ледка, как усадьба Городийского. И не поздно ли сейчас их спасать? Не поздно ли думать о том, что с ними делать? Потому что программа переселения в 2017-2018 началась. То есть они уже несколько зим без отопления, без жизни стоят, пустуют. Еще можно что-то с ними сделать, по-вашему? Или там уже гораздо больше денег, чем, опять же, несколько лет назад было нужно, и мы их уже просто не найдем? Самое главное, когда в здании есть крыша, если есть крыша, хорошо законсервированные, заколоченные окна, то здание, в принципе, простоит лет 20-25. Понятно, что у него нужно будет вложить на порядок больше денег. Ну, там ходят иногда какие-то казаки, там заглядывают. Редко. Да, ну, понятно, что надо было сначала вообще думать, как поступать. Просто сейчас действительно может настать момент, когда начнется доведение этих домов до самоубийства. Вот почему-то у нас есть статья о доведении до самоубийства человека, о доведении до самоубийства дома, памятника. Нет. То есть она утонула, она развалилась, там, вот. Вот как будто это было не в силах человеческих. Ну, кстати говоря, вот в течение последних нескольких лет у нас и серия, можно сказать, пожаров в таких домах тоже была. И одна из версий – это то, что застройщики, положив глаз, да, ну, как-то, может быть, там, не своими руками или какими-то другими способами, в общем, под застройку нового жилья, чтобы освободить эту территорию и не добиваться снесения домов многолетнего, возможно, там, куча документов не собирать, так поступают. Как думаете, насколько это вероятная версия и насколько вообще вот случаются такие истории? Я не знаю, как устроена вот теневая жизнь Оренбурга, ночная, криминальная, если таковая существует, но поджоги вообще уходят из наших городов, в миллионниках, вот именно поджогов целенаправленных таких вот прям, уже не очень много. Ну, то есть они случаются там где-нибудь в Чите. Многие города уже осознали, что лучше сейчас сохранить и выиграть в долгосрочной перспективе. К нам приедут туристы и родственники Марис Адриона. Кто-то действительно думает вот исключительно днем сегодняшним, как мы иногда там трехлетним бюджетом. На самом деле главные города, где сейчас, в общем-то, крутятся мозги Казань, Нижний Новгород, Иркутск, Томск, Вологда. Вот они поняли, что это не балласт, что это актив. Потому что главное слово, когда говорят о наследии, это обременение. Дом с историческим обременением. И это сразу вот такая ноша представляется. Человек идет, не зная, куда это все положить ему, скинуть. Вот Оренбург из тех городов, которые на пути к этому осознанию, к этому пониманию ценностей, да, вложения денег туда. Или мы пока далеко где-то вот в новосте. Понимаете, есть цель, а есть дорога. Дорога не всегда ведет к цели. Она может быть очень извилистой, но Оренбург куда-то идет. Это самое главное, что, ну, вот ощущения абсолютного болота не возникает. Потому что даже единственный городистский, и честь ему и хвала, и вечная память, сдвинул и там городские экскурсии, и там паблики какие-то. Ну, то есть все больше людей там этим интересуется. Патриот – это тот, кто заботится о материальном наследии. Потому что берез, колесок, вот этот в поле каждый колосок, он ведь имеет вполне себе измерение математическое. В количестве сохраненных старых домов, проведенных каких-то субботников. Поверьте, люди болели тифом. Люди переживали голод страшный совершенно, особенно вот в этих краях. Но люди не переставали любоваться красотой, заботиться о красоте. То есть это напоминание нам, грешным, наверное, о том, что на одном из расселенных домов мы вчера увидели классный плакат «Не разрушаю, потому что сейчас там даже так построить не могут». То есть вот мы должны быть этого достойны. А может быть, мы этого не достойны. И каждый на самом деле для себя распределяет список... Приоритетов. Приоритетов, да. И действительно, можно немножко заработать сейчас, и потом плакаться по старому Оренбургу, ну, по развалинам старого Оренбурга будут ходить экскурсии. И гораздо чаще будет не... Посмотрите вот на это здание, а представьте, что здесь стояло. Вот на месте этой сорокаэтажки раньше находился двухэтажный дом. Посмотрите на фотографии. Вот так выглядело это все. Да, да, да. Будет там VR, будет виртуальная или дополненная реальность, да, какие-то цифровые инструменты. Но города не будет. Волнует ли историческое наследие обычных оренбуржцев? И кажется ли им необходимым вкладывать деньги и сохранять старинные домики в центре нашего города? С таким вопросом мы обратились к прохожим. Давайте посмотрим небольшой сюжет об этом. Это история, наша память. Но нашим властям, как бы мягко выражаясь, на это наплевать. Ждут, пока начнут разваливаться, потом сносят и строят банки, торговые центры. Конечно, волнует, потому что у нас их не так мало. Часть из них вот напротив, например, в хорошем состоянии. А есть немножко такие забытые, несправедливо забытые. Я очень надеюсь, что внимание к этому будут уделять. Их разрушают, небрежно относятся, разрисовывают. Мне это не нравится. Ну как, это наша история, надо знать обязательно детям что-то, чтобы его показывать. Центр города бы неплохо с колен поднять, потому что это все туристическая привлекательность. Она у нас такая пока потенциальная в основном все больше. Плюс-минус, как бы, да, там здание ЗАГС, пару особняков. Ну, все исторические, чтобы было, чтобы написано, что там было когда-то. Это же история. Ну, советскую красивую, не облезлую, реконструированную. Кобзева, 9 января, улица Течерина. Ну и вокруг очень много старых зданий. Не хотелось бы, чтобы все это пришло в полный упадок. Ну, во-первых, оставлять в том виде, в котором они есть, в историческом виде. Ну и хотя бы стараться как-то поддерживать их в состоянии, в сносном хотя бы, чтобы было приятно посмотреть. Одно из движений, которое помогало, наверное, сохранению таких зданий, улучшению их состояния именно от людей, из народа, что называется, это Томсуэрфест. Но уже несколько лет в Оренбурге оно прекратило существование. Насколько вот это был потенциал, или это действительно тоже капля в море какая-то? Насколько в других городах, по вашему опыту, именно это движение, может быть, как-то помогает мотивировать обычных простых людей и вовлекать их в эту всю историю? Через неделю в Самаре как раз будет всероссийский слет. Количество отделений только увеличивается. И количество волонтеров растет. И объектов у них, на самом деле, все больше и больше. Не только количественно, но и качественно. Я вижу по другим городам, что стало уже даже немножко почетненько такую себе нативную рекламу сделать. Скажем, там какая-нибудь пиццерия кормит волонтеров бесплатно. Там какая-то компания предоставляет инструменты, материалы, краску. Все, что необходимо, там вплоть до пиломатериалов. То есть сейчас, наоборот, забота о волонтерах, это какой-то тренд всероссийский. Очень странно, что Оренбург сюда как-то не вписался в последние два года. В Бузулуке у нас, насколько я понимаю, все цветет и пахнет в этом отношении. Там проект процветает, и иностранных волонтеров они привлекают, все хорошо. Но вот именно в Оренбурге почему-то не сложилось. В Бузулуке есть моторчик. Имя этому моторчику Ани Мельникова. Она получает премию уже за это все. Она очень восприимчива к новым идеям. Она сейчас делает брендинг города, делает носки с бузулукским бором, толстовки. Она молодец. Ну, видимо, в Оренбурге пока не нашлось такого человека, которого надо раскочегарить и, не знаю, дров в буржуйку покидать. Ну, понимаете, такие люди, они всегда немножко сумасшедшие. Общественные активисты. Да, им действительно дома дороже людей зачастую. Но это тоже свой взгляд на мир. Им больно на это смотреть. Ну, вот надо искать такого человека, если бы прежний отошел от дел. К сожалению, в таких проектах, вот как есть партия из четырех букв, и вот ее лидер Жириновский, вот партия развалится, если не будет Жириновского. Все держится на его харизме. То есть нам нужен тоже такой гвоздь программы. Вам тоже нужен какой-то гвоздь программы, конферансье, который будет выбивать ресурсы, разговаривать, будет медийным лицом, а за ним будут стоять волонтеры. У нас по ощущениям, по тому, что происходит в последние годы в городе, такой организацией сейчас, наверное, одной из лидеров стала ВАПИК. Но они не решают конкретные проблемы, да, руками. Они не реставрируют дома, они максимум там консервируют, их проводят в субботнике и действительно создают общественный резонанс, когда, например, что-то там пытаются снести или уже сносят. То есть в какой-то степени тоже делают что-то хорошее. Насколько вот эта организация, по-вашему, имеет перспективу за тем, чтобы тащить людей, вдохновлять людей? То же самое, как и с Томсверфестом. ВАПИК огромен, у него больше 60 региональных отделений, и где-то они очень сильны, там, Томская область, Новосибирская область, Московская область, Ленинградская область, Свердловская, кстати, область. А где-то это скорее уже какие-то следы советского прошлого, потому что ВАПИК был очень давно основан, еще в 65-м году. Помните, это как раз тогда открыли «Золотое кольцо», «Суздаль», Тарковский снял фильм «Андрей Рублев», «Иваново детство». Всех эта тема заинтересовала. Древней Руси, поиска своих корней, но это вот, это что-то такое славянофильско-почвенческое. И молодцы, что они хотя бы создают общественный резонанс, потому что бить в кастрюлю надо кому-то, но кому-то надо и мастерок в руках держать. Поэтому нет смысла делить движение, недвижение, все, кому дорог старый город, пусть им занимаются. Вот вчера, например, для меня главным открытием, на самом деле, стал замечательный музей, который Игорь Храмов открыл под башней. Это был сталинский подвал, когда-то очень сырой, 50-х годов. И я, на самом деле, не знал, что такое количество знаменитых людей, примерно половина, кто там представлен, там вроде Леонида Броневого с Оренбургом связаны. И это очень здорово, когда человек на свои деньги, в том числе президентского гранта, делает музей, который работает, внимание, до 8 вечера, когда в других городах там в 5-6 все уже закрывается, где нет теток никаких, которые на тебя будут смотреть, требовать тапочки, где тебя встретят, подарят книжку, напоят чаем, возможно, если ты гость далекий, дальний, и действительно этим всем интересуешься. Мы вчера с Дашей Беликовой там гуляли, она сама призналась, что там впервые, и я смотрю по комментариям, люди не знают в Оренбурге, где это. Он достаточно недавно открылся, несколько месяцев назад. Ну, это повод, это повод там заполнить. Это очень хороший музей, это очень здорово сделанный музей. Я вам честно говорю, он абсолютно столичного уровня, никакой провинции там не чувствуется. Провинция чувствуется рядом в новых, скажем так, скульптурных формах на советской. Давайте об этом обязательно поговорим, потому что много чего нового еще появилось за время вашего отсутствия за этот год. И знаю, что с Дашей также вы прогуливались по таким нашим арт-объектам. Вот один из последних, и уже не побоюсь этого слова, скандальных, потому что общественность его раскритиковала. Это спасибо донор, памятник, арт-объект, не знаю, как его назвать. Что скажете? Ну, это Око Саурона, оно, в принципе, неплохое. Не так плохо. Не так плохо. Там неплохой шрифт, хорошая концепция, что все это подсвечивается. Но, понимаете, благодарность донорам можно было выразить не так натуралистично. То есть вот художнику не обязательно изображать кровь, чтобы говорить о крови. Можно как-то метафорично это передать. И поэтому, ну, вот рука с чем-то вампирско тянущимся, для меня это, ну, не знаю, скорее фильмы Кроненберга такие, чем действительно какая-то школа памятников. И плюс это располагается в центре города. Если бы это где-то там, не знаю... На территории какой-то больницы. Да, на территории больницы, какого-то, может быть, полузакрытого помещения, где действительно студенты-медики это видят каждый день. Либо на территории станции переливания крови. Пожалуйста. А тут получается, что, ну вот, когда человек идет по центральной улице, он видит, кем горожане гордятся. И он видит, что люди гордятся первой учительницей, губернатором первым. Потом они почему-то начинают гордиться танцующими столбами, какими-то страшными художниками и сидящими барышнями. А что вам танцующие столбы, чем вам не угодили? Ну, не в том смысле, что не угодили. Это такие довольно легкие арт-объекты. Улица должна быть в том месте серьезной, потому что архитектура там очень степенная. Очень такая статная, очень столичная. Ну, слушайте, вы Южный Петербург, и не зря Оренбург и Петербург это самые удачные рифмы для начинающего поэта, как Розы Морозы. Ну, то есть там должны быть, ну, действительно, какие-то памятники классического толка. Ну, если есть вот у нас Чкалов, то пусть он будет. Если есть у нас там Елизаветинские ворота, пусть они будут. Тут не надо это разбавлять вот этой, ну, веселухой. Она, может быть, наоборот, призвана там оживить улочки на квартал слева, на квартал справа, чтобы, ну, человек обошел весь исторический центр. Ему, может быть, кстати, интересно даже будет добраться вот там до конкретного вот этого арт-объекта, да, танцующих фонарей. Ну, скульптуры более классического толка тоже предлагаются в Оренбурге время от времени. Например, вот в парке железнодорожников. Знаю, что вы в курсе этой истории. Пощение Европы хотели там установить, но общественность не дала, просто встала к груди и сказала, не позволим. Срамы и позор, нельзя. Ну, а что такое общественность? Общественность – это вы, это я, это еще какой-то конкретный человек. У каждого из нас свои вкусы. Кому-то импрессионисты, кому-то реалисты. И понятно, что здесь вот общественный договор должен абсолютно ювелирно прорабатываться. Нужно не кричать, конечно, нужно садиться за стол. Переговоров в первую очередь. Видите ли вы макет, который вместо этого памятника, вместо похищения Европы, это местный наш скульптор? Там арбуз, паровоз, много всего интересного. Это постмодерн, это абсолютный постмодерн, но мне он нравится. Лично мне он нравится какой-то сложностью, сочностью. И там действительно вот все смыслы города, хотя и в дичайшем смешении находятся, но мне кажется, такой памятник может быть привлекательным. Было бы что охранять, было бы чем гордиться, потому что обычно люди, которые начинают там кричать, вот этот памятник будет развращать наших детей. Ну, люди, ну, если вы уж так действительно за родной город родеете, придите на субботничек и поскривите там в усадьбе осеннюю листву, почикайте кусты, которыми она зарастает. И только после этого, да, действительно рассуждайте о памятниках, потому что горожане – это не те, кто в городе живут. Это те, кто городом пользуются, город любят и знают, какие у него проблемы, болезни. Была у нас еще история тоже не так давно. Этим летом, связанные с ремонтом дорог, нашли брусчатку. Старинную, не старинную, так определить никто и не смог. Тоже на пересечении советской правды. Но общественники как раз тоже, члены ВАОПИК, говорили, нельзя, не надо, она там 200 лет недавности, здесь конные повозки, по ней ездили оренбуржцы 200 лет назад. Но так в итоге мы не смогли добиться правды и узнать, каких она лет, потому что никто не смог дать экспертизы. Насколько, по-вашему, здесь значительно или незначительно могло стать ее сохранение? На улице правды не смогли добиться правды. Вся Россия давно делает археологические окна. Это здорово. Это когда берешь квадрат 3х3, 5х5, ну вот сколько пространства позволяет. И брусчатка здесь, но теоретически-то везде. Если мы копнем на советской, то через несколько метров, может быть метр через полтора, может быть сантиметров через 80, я не знаю, сколько там просто всего перекладывали, мы найдем старую брусчатку, потому что главные улицы Оренбурга были вымощены, не так плохо выглядели. Это достаточно распространенный и арт-объект, и исторический объект. Когда просто все подсвечивается аккуратно, иллюзии на эту брусчатку глядят. Так-то ее сохранять именно в первозданном виде, наверное, смысла нет, потому что и век лошадей уже ушел, и век пара уже тоже далеко позади. Но, конечно, больше сохранять деталей необходимо, в том числе и дорожного покрытия. Буквально несколько минут до конца у нас остается. Что бы вы могли сказать жителям Оренбурга, тем, кто гуляет по этим старинным улочкам, ну или только по советской, что нужно делать? Самому нужно браться за сохранение, присоединяться к каким-то организациям, встречаться в кабинеты представителей власти, чтобы то количество домов, которые у нас есть, оно как-то сохранялось, процветало, или хотя бы внешний вид, внешний облик меняло? Или самому брать там мастерок, я не знаю, кисточку, краску, или что-то там еще, и идти там что-то облагораживать? Друзья, ну все, правда, начинается со знания, с какого-то предметного обожания города. Не все, скажу честно, не все, кроме советской, что-то знают. Это цвилинга, и поэтому просто обойдите абсолютно все старые дома, переулки, постучитесь там на фабричный 25, совершенно прекрасный домик там с ковкой, там замочек есть такой, братья Воронцовы старый, дореволюционный. Поговорите с людьми, потому что дома и люди, они всегда рядом, они всегда вместе. Без Городийского, как бы, усадьба не была бы столь популярна, без его очень колоритного такого образа. И до сих пор многие из тех, кто живут внутри старого Оренбурга, они хранят эти легенды, эти сведения какие-то там отрывочные. У меня дедушка там-то служил, у меня бабушка там-то продавщицей работала. Это очень интересно, потому что это вот городская ткань, плюс вот такая наша историческая память вместе, это всегда здорово. Потому что если центр Оренбурга будет пустовать, он превратится вот в то самое гетто, где кроме залетных туристов и местных днем, там людей на набережной, никого не будет. И это довольно страшный сценарий, давайте сделать так, чтобы он не притворился в жизни. Спасибо, архитектор-урбанист Павел Гнилорыбов был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. На этом прощаемся. Вы смотрели пятничный выпуск новостей. Меня зовут Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.